Обсудили на совещании прошедшую накануне лыжню России. По всей республике на старт вышли более 49 тысяч человек. О героях-лыжниках наш следующий репортаж. На старт, внимание, марш. Минувшее воскресенье россияне в очередной уже 32-й раз дружно встали на лыжи. Еще совсем недавно мероприятие было под угрозой срыва из-за морозов. Однако как раз накануне в Чебоксарах потеплело. А кому-то, судя по всему, даже слишком. Минус 25 – это уже будет холодно. А минус 15 – прекрасно. Столько много народу. Бодрячок – отличное настроение, отличная погода. Сейчас будем греться. Стартанем, будем греться до кону. Впрочем, мнение мороза Стойкого Николая разделили не все. Я устаю. Все хорошо. Холодно. Очень-очень. Ничего себе, как у нас. А все, но приятно. Самым юным лыжникам предстоял путь в полкилометра. На погоду никто не жаловался. Разве что на недостаток экипировки. Я катаюсь уже второй год. Конечно, шапок там не было. Было жалко. Но хотя бы номерок взял. Так, здорово. Какой у тебя номер? Тысяча шестьсот сорок четыре. Лыжню для любительской гонки проложили на три километра. ВИП-забег был короче на 986 метров. И не случайно. В честь предстоящей Олимпиады участники проехали 214 метров. Энергетики всех граждан Российской Федерации будут сконцентрированы на Олимпиаде Сочи-2014. Поможет? Конечно, поможет. Поможет побеждать сборную команду Российской Федерации на этой Олимпиаде. Кстати, среди практически 13 тысяч лыжников в Чебоксарах несложно было разглядеть завсегдатаев. 81-летняя Вера Орлова уже несколько лет не только звезда лыжни, но и телерепортажей. Сил-то не так уж много. Я еле ползу вот так, потихоньку. А самые взрослые, самые маленькие участники и победители получили призы. Остальные – заряд бодрости и чувства удовлетворенности. Ну а автор знаменитой олимпийской зайки Сильвия Петрова из рук главы Республики. Билет на церемонию открытия Олимпиады. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова